Человек усваивает опыт прошлых лет и современных ему поколений под влиянием жизненных обстоятельств и через образовательную систему. Получая образование, человек совершенствуется сам и совершенствует мир вокруг себя. В пункте 5 статьи 27 закона об образовании говорится. В Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные уровни. Основное общее образование. Среднее, полное, общее образование. Начальное профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. Общее образование включает в себя три ступени. Начальное общее, основное общее, среднее, полное общее. Общее образование в нашей стране обязательно. Основная школа, основное общее образование, начинается с 5 класса. Окончив 9 класс, вы получите аттестат об основном общем образовании, после чего можно поступить в колледж или училище, а если захотите, то можете продолжить учиться в школе и получить среднее, полное, общее образование. Оно необходимо тому, кто решит получать высшее образование, поступать в институт, университет и так далее. Образование имеет следующие функции. Культурные функции. Развитие духовной жизни общества. Сохранение развития духовного наследия. Выработка моральных ценностей. Экономические функции. Воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Поддержка конкурентоспособности страны на мировом рынке труда. Социальные функции. Социализация личности. Привитие образцов поведения. Существуют различные формы обучения. Очное. Регулярное посещение образовательного учреждения. Заочная форма. Присутствие в общеобразовательном учреждении обязательно лишь в период экзаменов. Дистанционное. Обучение выполняется удаленно. Но пока вы ученики. И учеба сегодня ваш основной труд. В школе вы получаете гуманитарные знания, то есть знания о человеке, культуре. К гуманитарным дисциплинам относятся история, общество знания, литература и так далее. А благодаря таким урокам, как математика, физика и химия, вы получаете естественно научные знания, то есть знания о природе. Но не все тому, чему должен научиться человек, укладывается в урочную программу. Есть такие школьные мероприятия, как экскурсии, походы, тематические вечера, праздники. Благодаря им школьники учатся доброте, вниманию, уважению и чувству товарищества. Раньше вместо слов «пойти в школу» говорили «отдать в ученье». Это выражение подчеркивает основную задачу учреждения, в котором учатся. Научить чему-то важному для жизни. Уметь учиться – это прежде всего правильно организовывать свой труд. Доказано, что самое подходящее время для выполнения домашних заданий – с 15 до 18 часов. Вечером память ослабевает, внимание рассеивается, снижается работоспособность. Если вы чувствуете, что умение учиться сформировано у вас недостаточно, то займитесь его развитием. Больше читайте. Смотрите познавательные фильмы. Разгадывайте кроссворды. Разучивайте стихи. Очень скоро вы заметите, что стали лучше учиться. Такой вариант получения знаний называется самообразованием. Существуют различные формы самообразования. Чтение книг, прослушивание лекций, получение консультаций специалистов, дистанционное обучение с помощью интернета, различные виды практической деятельности, опыты, эксперименты, моделирование и тому подобное, посещение музеев, выставок, галерей, просмотры телепередач, работа с компьютерными программами. Основной формой самообразования было и остается изучение литературы. Книги знакомят нас с историей, наукой, культурой, искусством. Книги передают нам накопленный поколениями людей опыт. Книгу можно взять в библиотеке, купить в книжном магазине, прочитать в интернете, попросить у друга, найти в домашней библиотеке. Самообразование помогает людям успешно заниматься делом, не совпадающим с полученным образованием. Например, выдающийся отечественный психолог Лев Семенович Выгодский по образованию был юристом. Расспросите своих знакомых. Вероятно, среди них есть такие люди. Продолжение следует... Продолжение следует...